Друзья, я вас приветствую на канале о сложенном простое. Меня зовут Сергей. Сегодня вам хочу показать один нугит-пакет, который пришел на замену другого нугит-пакета. Эти пакеты сделал я и в целях документирования и разработки инструкций, как ими пользоваться, это видео. А заодно, возможно, вам понравится, будете им пользоваться, на что, собственно говоря, я надеюсь. Ну и если вы будете этими пакетами или пакетом пользоваться, жду от вас комментарии, замечания, дополнения, ну и все такое. Не забывайте подписаться на канал. Вот, потому что те, кто подпишется, в общем-то, точно узнают о том, что новое видео вышло. И давайте переключаться в Visual Studio. Я на примере своего блога покажу, что я меняю и на что, и, собственно говоря, объясню почему. Итак, друзья, начнем с того, что есть нугит-пакет, который называется Operation Result Core, который, по большому счету, всего лишь является оберткой на возвращаемый результат от сервера, ну, в частности, ISP.NET Core. И вот он, этот пакет установлен. И сейчас покажу, как он, собственно говоря, работает, из чего состоит. Предположим, что у меня есть страница, которая выдает наружу через медиатор какой-то реквест. Вот тут-то вот его видно. iRequest – это медиатор. А вот, собственно говоря, тот самый Operation Result, который внутри себя, как Generic Type, содержит какой-то пейджет-лист. И для того, чтобы мне выдать наружу результат для этого действия, понятно, что это используется как обертка. Ну, есть такая спецификация, называется RFC 70807. И она, неким образом, обязывает разработчика предупреждать о том, как, собственно говоря, сработал ваш реквест. Положительно, отрицательно. Если отрицательно, то почему? И выдавать ошибки, так называемый Problem Details. Ну, будет интересно, почитайте. В общем, вернемся к моему методу. Итак, у меня метод возвращает Operation Result и вот этот вот, собственно говоря, тип, который является Generic, который должен выдаться наружу. То есть, если у меня будет ОК, давайте посмотрим, как это работает. В данном случае, вот, нет, вот, вот она дата. И где-то здесь, на выходе у меня... Вот, получится Operation Result, внутри которого, как раз я сказал, уже есть Result. И информация о том, если неудачно выполнился запрос, то почему. Ну, например, давайте вот еще добавление нового поста. У меня есть такая штука. Вот он, GetPostForCreateRequest. И здесь также вот Operation Result. Этот Operation Result дается наружу. В общем, на самом деле, ничего сложного нет, кроме того, что много приходится писать кода. И от этого я, как раз и хочу уйти. Итак, есть у меня вот этот сам Operation Result. Я хочу заменить его на другую сборку, которая называется Colabongo Results. Обратите внимание, что старая сборка была на DotNet 6. Новая уже на DotNetStandard 2.1. И совершенно недавно я ее как бы сделал. В общем, проверил, работает замечательно, исключительно и хорошо. В всяком случае, для меня вы мне скажите, что вы думаете. Вот. И суть сводится к тому, что эта сборка, она построена по принципу, ну, знаете, есть такой язык Rust. И вот для того, чтобы использовать его подход, мне понравился. Там можно, в общем, и в целом одним реквестом выводить либо один результат, либо другой. Есть похожие сборки, которые, например, называются One-Off, собственно, которые тоже может выдавать наружу результаты в их действии, API разных типов. Ну, в общем, я вот, более простой вариант. Она реально очень простая. Можете открыть исходники, они вот по этому адресу валяются, может быть, вам это понравится. Итак, что я хочу сделать для начала? Я хочу удалить одну нугит-пакет, вернее, один нугит-пакет и установить другой. Итак, что мне нужно сделать? Мне нужно удалить сначала нугит-пакет, он у меня валяется вот здесь в контрактах. Ну, давайте я вот так его удалю. И, собственно говоря, мне нужно установить новый нугит-пакет. И я точно знаю, что он называется Colaborgo Results. Вот он он, и я его устанавливаю. Мне показалось, его использование очень удобное. Во всяком случае, я точно стал писать меньше кода. Это, во-первых. Во-вторых, Operation Result Core имеет некоторый недостаток, который называется десерилизация его, в общем-то, при получении извне. То есть, если какой-то сервис наружный, внешний, наружу выдает Operation Result, так иногда бывает. Десерилизовать его в полученный объект, в так называемый Operation Result, на самом деле проблематично. А с выходом System.Text.JSON в библиотеке стало практически невозможным, поэтому я его отложу в сторону и использую другой. Итак, у меня сломался, естественно, приложение. Здесь мне нужно сделать вот таким вот образом. И, собственно, по большому счёту, мне нужно сказать, что я теперь буду наружу выдавать. Так, надо посмотреть, что она установилась или нет. Да, я не туда её поставил, но так бывает. Как я уже говорил, и про старуху бывает, в общем-то, по орнухам. Вот, давайте установим правильное место. Вот таким вот образом. Вот, а теперь давайте посмотрим, какие изменения нужно сделать, чтобы это всё обратно заработало. Итак, теперь это не Operation Result, а просто Operation. И, как вы видите, здесь есть несколько перегрузок. Давайте сделаю таким вот образом. Вот, смотрите. Итак, мы не знаем, сколько видно. Есть четыре перегрузки, где Operation всегда возвращает какой-то Result. Operation с T1 это какая-то ошибка, тоже какой-то тип. T1 и T2 здесь тоже ошибки. И здесь T1, T2, T3 это те самые ошибки, которые тоже могут прийти вместо T. В общем, вместо реального ответа, да. И давайте я здесь тоже поменяю. Здесь, на самом деле, всё один просто. Ну, во-первых, теперь вот это вот мне не потребуется. Вот это вот мне теперь, ну, тоже по большому счёту не потребуется. Я теперь могу сказать, чтобы у меня вот это вот всё вернулось в Operation. Так, ну, в данном случае у меня будет здесь Error. И могу сюда вставить вот этот вот текст. Ну, смотрите, она сейчас ерепенится, потому что здесь у меня ожидается только один Result, который называется Storage Resource. Я могу его где-то здесь, вот, Get File. Я могу его, так, давайте пойдём вот сюда. И я могу сказать, что я могу сюда вернуть ещё и String. Ну, просто текстовое сообщение о том, что это у меня, собственно, может быть ещё ошибка. или другой вид результата. Это, может быть, не обязательно ошибка, а другой тип, который может быть ошибкой или, наоборот, просто уведомлением Success, там ещё что-то. Ну, и вот всё заработало. То есть я возвращаю Operation. Ну, в данном случае Error и почему. Дальше. Здесь у меня уже есть вот какой-то Result, который я получил откуда-то. И здесь снова говорю Operation. Нет, давайте я всё-таки напишу Operation. В данном случае будет Result. И, в общем-то, здесь нужно отдать тот самый Result. И единственное, что мне нужно здесь будет проверить, что если Result is not null, тогда я могу отдать этот Operation. А если нет, то могу сказать в очередной раз, что был мне Return Operation. Тогда будет Error. Ну, а здесь можно написать какую-то ошибку, типа, кто там у нас. Request. Does not. Return. Valid. Date. Ну, что не было каких-то данных. И мы их не смогли десерилизовать. А вот. Ну, а в данном случае, вот, я опять могу сказать, что вот это вот пойдёт вот сюда, в ошибку. Ну, в общем, как вы видите, переделок, на самом деле, немного. Но, опять же, это даёт некоторое количество плюсов. Так, это не Result. Это Error. То есть, как вы видите, у меня здесь есть два варианта ответа. Либо это будет... Давайте так покажу. Либо это будет Error, либо это будет Result. Причём, Error. Зависит от того, какие типы перечисления вы сделаете. Любой из них подставляется. Это, на самом деле, очень удобно. На мой, опять же, взгляд. Так, тут у меня будет Error. Ну, и, в общем-то, по большому счёту, вот всё, что нужно было сделать. Вот будем. Уберём. Вот. То есть, так же будет возвращаться ОК или нет. И я, потому что хочу показать, что там внутри, если так нажать. Сборка абсолютно простая. Особых там никаких наворотов нет. Исходники, соответственно, лежат в GitHub. Ссылку я положу в описании. Ну, и, в общем, и в целом, вот такой вот вариант. Давайте, наверное, ещё покажу кое-что. Иногда бывают такие моменты, когда, например, удаление комментария, в частности, конкретный реквест в моём блоге, имеет никакого подтверждения. Я сюда поставил обязательно бу или его значение. Ну, то есть, мне нужно в это речный result было указать какое-то значение. Ну, и раз я буду использовать уже просто result, то мне нужно здесь сделать какую-то замену. И для этого мне при удалении не нужно никаких делать подтверждений. Например, да, я могу сказать operation empty, то есть, я не буду делать никакого. И если у меня не было ошибок, ну, здесь я могу написать string, то есть, мне как таковой результат вообще не нужно возвращать. Мне нужно, если вдруг будут какие-то ошибки. Так вот, здесь уже получается, что t1, t2 и просто t – это уже ошибки, а самого результата здесь нет. Мне этого достаточно. Например, удалил – ну, хорошо. Больше ничего не нужно. А если не удалил – то почему? И вот в данном случае я буду делать как раз вот эту реализацию. То есть, в этой же сборке есть такая штука называется empty, и она позволяет ничего не возвращать. Сейчас покажу, как это работает. Operation. Здесь мне нужно empty. Безусловно, можно было бы сказать, что это будет просто operation и возвращать какой-то bull, а также еще стринговые значения. Ну, я этого делать не буду. Ну, и теперь смотрите, у меня теперь вот это вот не нужно. А вот здесь я могу так же написать error, но так как мне нужно требуется string, вот этот вот я указал. Ну, вот я также могу вернуть этот самый operation. Error с этим string. В общем, вот такая вот простая штука. Здесь у меня резал получается true, это мне в принципе не нужно. И я могу также вернуть operation. Ну, конечно, мне кажется, очень понятно, как это работает. Никакого резалка я не возвращаю. Вот такой вот вариант, на самом деле. Вот. Вот такая вот, мне кажется, полезная штука. Думаю, вы оцените. Еще раз повторюсь, эта сборка реализована по образу и подобию Rust-разработки, то есть языка программы Rust. И есть много подобных вариантов, например, one-off. Ну, еще другие есть, я сейчас, честно говоря, не припомню. Ну, надеюсь, что вам это видео было полезным. Как минимум, если вдруг вы будете использовать Microsoft, ой, нет, сейчас заговорился, Microsoft Templates, там теперь эта сборка работает. И, в общем, не пугайтесь, operation result никуда не денется. Он остается, но просто поддерживать я его не буду, потому что здесь более простое решение. Вам всего доброго, спасибо за внимание и пишите правильный код. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok